20 тысяч продуктовых наборов удалось собрать Ульяновскому благотворительному фонду «Дари добро». Финансовую помощь в благородном деле оказали состоятельные жители региона. Уже сегодня первые 100 комплектов продовольствия отправились к получателям. Доставить еду абсолютно бесплатно вызвались байкеры и таксисты. Мы присоединились к акции «Мы вместе» и «Вместе с волонтерами». Сегодня будем доставлять продукты питания, наборы продуктов питания тем людям, которые находятся сейчас на самоизоляции. Это малообеспеченные, пенсионеры, то есть тем, кому нужна сейчас помощь. Заправляем мотоциклы, естественно. Здесь же дело благородное. Никто не спрашивает о финансовой какой-то поддержке. Нужно наоборот понять, что это сделано для того, чтобы помочь старшему поколению. У каждого своя функция. Кто-то закупал продукты, кто-то собирал деньги, прочие формировали проднаборы. Вместе с таксистами и байкерами поедут волонтеры, чтобы перед передачей еще раз продезинфицировать коробки. Мы сейчас не разделяемся на различные какие-то направления. То есть вот мы, допустим, волонтеры Победы работаем с ветеранами, волонтеры-медики работают в сфере здравоохранения, молодежка ОНФ в целом объединяет все общественные организации. Мы сейчас не делимся, и мы действительно одной единой региональной командой идем для того, чтобы помочь тем людям, которым эта помощь сейчас необходима. Проводить отъезжающих прибыл губернатор Сергей Морозов. Он ознакомился с содержимым коробок. Для меня, конечно, очень важно, чтобы мы вот в таких условиях, когда люди в какой-то степени ущемлены от обычного образа жизни, в какой-то степени где-то даже напуганы, наверное, где-то там, к сожалению, уединились из-за режима самоизоляции в своих квартирах, получили от нас с вами огромную теплоту ваших сердец, доброту, ну и, конечно, получили те материальные блага, которые они хотели, которые они, по крайней мере, рассчитывают получить. Представитель благотворительного фонда Ольга Богородецкая рассказала, что желающие профинансировать благое дело по формированию проднаборов нашлись быстро. В списке продуктов все, соответствующее требованиям Роспотребнадзора. Он в себя включает 4 килограмма разной крупы, рыбные консервы, томатная паста, непродовольственные товары, хозяйственное мыло, спички, масло, соль, сахар и кабачковая икра. 20 тысяч наборов развезут до 30 апреля. Волонтеры, таксисты и байкеры уверяют, что смогут развести их все. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.